книга открытым оком том 16 вопрос 3065 тема царь самое большое недовольство у коммунистов вызвала канонизация царя николая и его семейства достойны ли они были прославления отвечает игнатий тихонович лапкин прославляет бог верующих в него а люди играют канонизации до последнего царя известно до последнего царя много известно из воспоминаний о его семействе близких людей и из дневников царя а а тенева вырубова была близкой подругой александре федоровны потом даже вышла ее книга страницы из моей жизни есть вполне достоверные записи воспоминания о царской семье татьяны мельник боткиной это дочь лейб медика царского семейства евгения сергеевича боткина он был расстрелян с царем в подвале ипатьевского дома а соколов судебный исследователь оставил записи убийства царской семьи царица твердо верила в загробную жизнь что здешняя жизнь есть только подготовка к настоящей жизни которая начнется за гробом высокая ростом золотистыми волосами которые были почти до колен детей кормила с помощью кормилицы так как своего молока у нее не хватало она всю жизнь страдала от того что ее в россии не любили особенно при дворе однажды она написала своей подруге принцессе прусской я чувствую что все кто окружает моего мужа не искренне и никто не исполняет своего долга ради долга и ради россии все служат ему из-за карьеры и личной выгоды и я мучаюсь и плачу целыми днями так как чувствую что мой муж очень молод и неопытен чем все пользуются не случайно ее считали неприветливой далее кавычки 5 открываются никогда нельзя знать что нас ожидает завтра говорила она и ожидала хуже молитва была ее всегдашним утешением вырубала вспоминает дни до объявления войны были ужасны я видела и чувствовала как государя толкают к войне война казалась неизбежной императрица всеми силами старалась удержать его но все ее убеждения и просьбы ни к чему не привели из разговора с ним я увидела что он считает войну неизбежной он утешал себя говоря что война укрепит национальные чувства что россия после войны станет еще более могучей и так далее в это время пришла телеграмма от распутина из сибири где он лежал раненый и он умолял государя не затевать войну что с войной будет конец россии и им самим и что положат до последнего человека государя телеграмма раздражила и он не обратил на нее внимание последующие дни я заставила императрицу я последующие дни я заставала императрицу в слезах их величество получили телеграмму от императора вели гельма где он лично просил государя своего родственника и друга остановить мобилизацию предлагая встретиться для переговоров чтобы мирным путем окончить дело николай отказался от мирного пути и распутин григорий ефимович оказался прав на сто процентов после обеда царь курил папиросу кавычки открываются государь обожал армию и флот в бытность наследником он служил в преображенском и гусарском полках и всегда с восторгом вспоминал эти годы государь говорил что солдат это лучший сын россии ее величество и дети одинаково разделяли любовь к войскам все они были дужки по их словам частые парады смотры и полковые праздники были отдыхом и радостью государя входя после в комнату императрицы он сиял от удовольствия повторял всегда те же самые слова это было блестяще никогда почти не замечая каких-либо недочетов кавычки закрыты часть дневников арестанта царя кавычки открыты утром на улице появилась рита хитрого приехавшая из педрограда и побывала у настеньки гендриковой этого было достаточно чтобы вечером у нее произвели обыск черт знает что такое 18 августа семнадцатый год такой дивный день досада берет что в такую погоду нельзя делать прогулок по берегам реки в лесу вечером по обыкновению играли в кости 22 августа 17 год усиленно ходил зад и вперед по двору по вечерам во время игры в домино и безик татищев и боткин читают вслух 9 вал 9 сентября 17 год на днях ес боткин получил от керенского бумагу из которой мы узнали что прогулки за городом нам разрешены на вопрос боткина когда они могут начаться панкратов поганец ответил что теперь о них не может быть речи из-за какой-то непонятной боязни за нашу безопасность все были этим ответом до крайности возмущены 29 сентября семнадцатый год тошно читать описание в газетах того что произошло две недели назад что произошло две недели тому назад в петрограде и в москве гораздо хуже и позорнее событий смутного времени 17 ноября семнадцатый год утром увидели в окно горку перекрытою оказывается дурацкий комитет отряда решил это сделать чтобы помешать нам подниматься на и перекрыть а перерытою благодарю утром увидели в окно в окно горку перерытою оказывается дурацкий комитет отряда решил это сделать чтобы помешать нам подниматься на нее и смотреть через забор. 5 марта, 18 год. Сколько еще времени будет наша несчастная Родина терзаема и раздираема внешними и внутренними врагами? Кажется иногда, что дольше терпеть нет сил, даже не знаешь, на что надеяться, чего желать. 15 марта, 18 год. Сегодня годовщина моего приезда в царское село и заключение с семьей в Александрийском дворце. Невольно вспомнишь этот прошедший тяжелый год. А что еще ожидает нас всех впереди? Все в руце Божией. На него только все упование наше. В 8 часов пошли к обедни. День провел как всегда. Обедали в 7 часов. Затем была вечерняя. После нее и исповеди в зале. Детей, свиты, людей и наша. 22 марта, 18 год. На первой неделе начал читать Библию сначала. 24 марта, 18 год. Так как нельзя читать все время Библию, я начал также краткую историю англичан Грина. По вечерам вслух опять принялись за Тургенева. Теперь читаю Вешние воды. 26 марта, 18 год. Утром слышали со двора, как выезжали из Тобольска тюменские разбойники-большевики на 15 тройках с бубенцами, со свистом и с гиконем. Их отсюда выгнал омский отряд. 22 марта, 18 год. Вчера начал читать вслух книгу Нилуса об Антихристе, куда прибавлены протоколы евреев и масонов. Весьма современное чтение. 27 марта, 18 год. 24 годовщина нашей помолки. В 11 с половиной была обедница. После нее Кобылинский показал мне телеграмму из Москвы, в которой подтверждается постановление отрядного комитета о снятии мною и Алексеем погон. Поэтому решил на прогулки их не надевать, а носить только дома. Этого свинства я им не забуду. 8 апреля, 18 год. Узнали о приезде чрезвычайного уполномоченного Яковлева из Москвы. Он поселился в Корневовском доме. Дети вообразили, что он сегодня придет делать обыск и сожгли все письма. А Мария и Анастасия даже свои дневники. 9 апреля, 18 год. В селе Покровском была перепряжа. Долго стояли как раз против дома Григория и видели всю его семью, глядевшую в окна. 14 апреля, 18 год. Яковлев передал нас здешнему областному комиссару, с которым мы втроем сели в мотор и поехали пустынными улицами в приготовленный для нас дом Ипатьева. Осмотр был подобный таможенному, такой строгий, вплоть до последнего пузырька походной аптечки «Аликс». «Аликс, это меня взорвало, и я резко высказал свое мнение комиссару». 17 апреля, 18 год. При звуке колокола грустно становилось при мысли, что теперь страстная и мы лишены возможности быть на этих чудных службах и кроме того даже не можем поститься. Имел радость основательно выспаться в ванне. Ужинали в 9 часов. Вечером все мы, жильцы четырех комнат, собрались в зале, где Боткин и я прочитали по очереди 12 Евангелий, после чего легли. 19 апреля, 18 год. По утрам и вечерам, как все эти дни здесь, читал соответствующие Евангелия вслух в спальне. 20 апреля, 18 год. Вместо украинцева сидел мой враг, лупоглазый, который должен был выйти гулять с нами. 26 апреля, 18 год. Поганец Авдеев приходил в сад, но держался в дали. 30 апреля, 18 год. Сегодня произошла смена комендантов. Во время обеда пришли Белобородов и другие и объявили, что вместо Авдеева назначается тот, кого мы принимали за доктора. Юровский. 21 июня, 18 год. К открытому окну подошли трое рабочих. Подняли тяжелую решетку и прикрепили ее снаружи рамы, без предупреждения со стороны Юровского. Этот тип нам нравится все меньше. 18 июня, 18 год. Кавычки закрыты. Далее Игнатий Тихонович Лапкин говорит. Я против всякой канонизации, но по всем канонам царь и его семейство перестрадали многое, и они мученики. Книга Откровения, 7 глава, 13-14 стихи. И начав речь, один из старцев спросил меня, сии обреченные в белые одежды кто и откуда пришли? Я сказал ему, ты знаешь, господин? И он сказал мне, это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и уберили одежды свои кровью Агнца. Царь Николай вполне может пойти по статусу Монассии. Вторая книга Паральпобинон, 36 глава, 24 стих. Молитва Монассии, царя Иудейского, когда он содержался в плену в Вавилоне. Нестерпим гнев прещения твоего нагрешников. Я согрешил паче числа песка морского, многочисленные беззакония мои, Господи, многочисленные беззакония мои. И я не достоин взирать и смотреть на высоту небесную от множества неправ моих. Я согбен многими железными узами, так что не могу поднять головы моей. И нет мне отдохновения, потому что прогневал тебя и сделал пред тобою злое. Не исполнил воли твоей, не сохранил повелений твоих. Поставил мерзости и умножил соблазны. Ныне преклоняю колени сердца моего, умоляя тебя о благости. Согрешил я, Господи, согрешил, и беззакония мои я знаю, но прошу молясь тебе. Отпусти мне, Господи, отпусти мне, и не погуби меня с беззакониями моими, и не осуди меня в преисподнюю. Ибо ты Бог, Бог кающихся, и на мне яви благость твою, спасши меня недостойного по великой милости твоей, и буду прославлять тебя во все дни жизни моей. Потому что тебя славят все силы небесные, и твоя слава во веки веков. Аминь. Порабощение слабейшего. Позор. О братолюбии, похоже, не слыхавших. Булыжник из-за пазухи, из-под полы топор. Оптический прицел с винтовкой даже. Пока свободный жив, объект атаки. Поработить, заковалить его стремятся. Хватают их и тянут по этапам. С живых костей сдирают волки мясо. И не случайен бум у дедовщины. Убитых, покалеченных все больше. Так скольких же слабейших огорчили те выродки из стаи дикой волчьей. Так копится из зла потенциал. И обессиливает армию и семьи. Стремятся, чтоб слабейший танцевал под дуд кулиходея, кто сильнее. А надо бы, а нужно бы искать слабейшего, кому ты крайне нужен. Кто горестной нуждой в тисках зажат, кого вполне и я укрыть мог в стужу. Считаясь дедом, старшим по годам, по опыту, по знаниям и успеху, С какую легкостью свое тому отдам, кто новоселом после нас приехал. Прислушайтесь к поруганной душе. Твоя душа в отчаянии не стонет, что столько шансов пропустил уже Помочь тому, кто без тебя утонет. Всем послужить имением и советом, Помочь к Христу прийти под поздний вечер. Для этого и есть отцы и деды. Лечить из раненых, не на отмашь калечить. Рабом быть ближнему, до коя и дотянусь. Доверие вызвать сединой и плешью. Старейший друг, садовник Иисус, вас с ним зову. Придите, пейте, ешьте. 29 марта 2006 год, Игнатий Лапкин Игнатий Лапкин